Доброго времени суток! Сегодняшний наш ролик прохождения пятого обследования после операционного периода. Летом 2022 года будет 5 лет, как мне сделана операция. В ноябре 2021 года я взял направление на компьютерную томограмму. В середине декабря мне в городе Пикалево сделали компьютерную томограмму грудной клетки и брюшной полости. По итогам компьютерной томограммы без динамики по сравнению с предыдущей компьютерной томограммой. Что мы имеем? Отчаг гипертной плотности на 12 позвоночнике, он также без изменений 1 см. Также при предыдущей компьютерной томограмме найден фиброз легкого и тоже самая динамика без изменений. Заключение компьютерной томограммы я приложу в конце видеоролика. После того, как я обычно делаю компьютерную томограмму, я везу ее в онкоцентр к своему лечащему врачу Артур Владимировичу. И показываю, он уже ознакомливается с дисками, делает свои выводы и дает мне рекомендацию на прохождение следующей компьютерной томограммы. В этот раз я позвонил в онкоцентр записаться к Артуру Владимировичу, но мое дело уже убрали в архив. Мне предложили заново взять направление и прийти к ним. Но так как онкоцентр обслуживает только городских пациентов, он закреплен за городом Санкт-Петербург, а я теперь живу в области, мне это теперь делать нецелесообразно. Мне надо делать там заново прописку временную. Я принял решение, что не буду возобновляться в онкоцентре в поселке Песочный, а возьму направление у своего районного онколога. Когда записался на прием к районному онкологу, я узнал, что нас теперь принимает город Тихвин. И мне районный онколог дал направление в город Тихвин, в которое я попаду 18 января 2022 года. По итогу, по состоянию здоровья, этот год более-менее благополучный. Меньшее количество у меня бессонниц, меньшее количество бессонниц. Более активный образ жизни стал вести. Ну и как вы видели, я посадил довольно много кедров в этот год. То есть я считаю, год очень довольный для меня, такой хороший. На этом, наверное, итоги нашего меросмотра, обследования заканчиваем. С вами был Сергей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok